В наше время, да, главным психиатром был Комитет Государственной Безопасности. Ну, это мы уже... Да, и понятно, что там решали, кому давать диагноз, кому нет. Я тоже проходил психиатрическую экспертизу, но она продолжалась где-то 30-40 минут. Это, конечно, была формальность, поскольку у меня была 70-я статья, мне полагалось. И эта экспертиза была в кабинете следователя, довольно смешная. Три кандидата медицинских наук спорили со мной о том, существуют ли психиатрические репрессии в Советском Союзе или не существуют. Вот об этом весь шел разговор. Вот у меня книжка мемуаров, она есть и здесь в музее, и в Пенском мемориале. Там есть такая глава «Желтый дом в Большом доме». Там подробно описана вот эта психиатрическая экспертиза. Если вас интересует, можете прочесть. Я просто не хочу пересказывать содержание этой главки. Смешно, дико, маразматично, абсурдно, но вот так было. Люди психически здоровые могли оказаться в психбольнице, но надо сказать, что даже членом психиатрической комиссии, а вот со мной сидел психиатр, кандидат медицинских наук, консультант этой комиссии, он говорил, что мы никогда не утверждали, что все те люди, которые попали по политическим обвинениям в спецпсих больницы здоровые, мы утверждали другое. Это люди, которые не нуждаются в принудительном психиатрическом лечении. Опять-таки вернемся к политическим репрессиям. Надо все-таки указать, что число тех политзаключенных, которые попали в психиатрические лечебницы, все-таки не сопоставимо с числом тех, которые попали в лагеря и в ссылки. Если в период с 1956 года по 1986 политические лагеря и по политическим обвинениям были посажены чуть больше 8 тысяч человек, не считая религиозников, это только 70-я статья наша, и 190-я прим, похожая на наше распространение заведомо ложных изгрушлений, порочащих советский общественный и государственный строй, то в психиатрические больницы за этот период было посажено не более 500 человек. Точная цифра неизвестна. То есть масштабы, конечно, разные. Продолжение следует...